Военная обстановка в Сирии 8 марта 2017 года. Отряды сирийского армейского спецназа силы Тигра при поддержке российских боевых самолетов дошли до реки Ефрат в провинции Алеппо, освободив от Игиловцев крупный участок территории. Наиболее крупными из занятых точек стали город Хафса и близлежащая водоочистная станция. Освобождение водоочистной станции Хафса позволит правительству Асада восстановить водоснабжение города Алеппо, которое было нарушено тогда, когда террористы Игил повредили станцию. Следующей целью в провинции, скорее всего, станет подконтрольный Игил авиабаза Джихар. И хотя авиабаза сама по себе стратегически важна, ее захват нужен правительству для того, чтобы фактически окружить оплот Игиловцев, город Дейр-Хафер. Это позволит в короткое время отбить город у террористов. Газета Times сообщила о том, что военнослужащие России и США тесно взаимодействуют друг с другом на окраинах города Манбидж, который контролирует поддерживаемые американцами сирийские демократические силы. По словам официального представителя Пентагона, Джеффа Дэвиса, обе стороны знают о местонахождении друг друга в данном районе, однако не собираются вступать в конфликт с кем-либо, кроме Игиловцев. Сирийские войска и некоторое число российских военнослужащих вошли в деревни западней Манбиджа, однако официальный перечень деревень пока не ясен. Кроме того, в сети есть фотографии, на которых возле Манбиджа запечатлены российские военнослужащие и военные полиции. Отряды сирийской армии взяли под контроль гуру Аля-Мирия, расположенную в пяти километрах к северу от авиабазы Пальмира в провинции Хомс, а также окрестные холмы. Ахра-Рашам и Тахри-Рашам заключили соглашение о прекращении огня, цель которого – остановить стычки между враждующими группировками террористов в провинции Хидлип и Алеппо. Стороны должны распустить ранее созданные контрольно-пропускные пункты и освободить боевиков, которые были взяты в плен в ходе боев. Кроме того, группировки создают объединенный орган, цель которого – координировать боевые действия боевиков против правительственных сил.